Десятки финансистов, экономистов и политиков активно следят за ситуацией в нашей стране. Как же будет развиваться политическая ситуация в мире, России и Республике Татарстан в 2019 году? Что ждать и чего опасаться? Мы сейчас находимся в очень серьезной ситуации, когда любой конфликт, в том числе и конфликт, который называют третьей мировой войной, он из небытия превращается в реальность. Так близко к краю пропасти мы не стояли, наверное, давно, с момента, наверное, югославских конфликтов. Как отметил доктор политических наук Андрей Большаков, сейчас Россия приближается к войне, связанной с новейшими вооружениями. Выход Соединенных Штатов из договора по ракетам средней и меньшей дальности не только не улучшил ситуацию, но и, наоборот, сделал ее более конференционной. И я думаю, что здесь 2019 год нам принесет неуспокоение. В лучшем случае, я думаю, что будут какие-то попытки вести переговоры по этому вопросу. Эксперт Казанского федерального университета надеется на решение мировых конфликтов через политику, СМИ и интернет, но никак не реальных вооружений. Одной из самых обсуждаемых реформ 2018 года в стране стало пенсионное. Социальные реформы 2018 года, прежде всего пенсионные реформы, они не приняты населением. Следовательно, эти реформы нуждаются, наверное, в достаточно больших коррективах. Если говорить о ситуации в республике Татарстан, то в экономической и политической сферах она выглядит достаточно стабильно. Мы, наверное, один из самых таких стабильных, неплохо развивающихся с точки зрения экономических регионов. Но в целом положение в Российской Федерации достаточно сложное в экономике, и поэтому я думаю, что экономика будет тащить за собой и политику. Одним из самых значимых событий 2019 года в Татарстане станут выборы в Госсовет Республики, которые пройдут осенью. Большинство мест окажется за действующей партией власти Единой России. Тем не менее, коммунисты, если брать ситуацию на сегодняшний момент, могут сформировать достаточно значимую такую фракцию и, безусловно, увеличить свой количественный состав. Населению России нужно быть готовым к различным изменениям и сложным ситуациям. А 2019 год в ближайшее время уже себя покажет. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз.